Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас и рады видеть вас этим утром. Пастору Владиславу необходимо было выехать по личным вопросам, личным делам, и он попросил провести это слово посвящение. И давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе, Иисус, за это время, Господь, за сегодняшний день, сегодняшнее Твое посвящение. Мы молимся, благослови также время. Пастор Владислава и Галины Петровны, Иисус, их встречи, их время, Господи, совместное, Иисус. Иисус, слава Тебе, Христос! Мы молимся, освяти нас, Господи, сегодняшний обновляющийся манны, Иисус, и благодарны Тебе за это, Иисус. Слава Тебе, во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, Евангелие от Луки. Мы прочитаем с вами сегодня три отрывка вчерашней темы, можно сказать. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Это вчерашний отрывок, и мы коснемся уже пройденного на основе того, что преподносилось. Итак, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Также давайте с вами прочитаем 1 Иоанна 2 главу. 1 Иоанна 2 главу. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы не имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И также Псалом 46, 1 стих, Псалом 45, 2 стих. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Итак, возвратимся к Иоанну Луки 18 главу. Итак, мы видим здесь с вами, как в общем-то в Писании выделяется и освящается, насколько превосходит Божья защита от, можно сказать, естественной земной. От Божьей защиты, мы можем сказать, во Христе, которую мы с вами осознаем, переживаем ее действия, что она на самом деле, мы будем рассматривать с вами, что она на самом деле скорая. И Бог желает, чтобы мы увидели эту скорую защиту. Интересно, давайте посмотрим сначала о разнице, о страхе и почтении. Здесь говорится о неправедном судье, который Бога не боялся и людей не стыдился. И мы можем упомянуть, что значит не бояться Бога. Это состояние каждого, можно сказать, неверующего человека, который ему кажется, что он ничего не боится, но на самом деле у него, безусловно, есть этот страх, страх Адама, подобный страху, когда он после грехопадения спрятался от Бога. И этот страх есть у каждого. И человек, не знающий этого возрождения свыше, ему кажется, что у него нет никакого страха, он не боится. Но есть другое, есть благодать в почтении, так разница страха и почтения. Человек без Бога, безусловно, он боится всего. Ему кажется, что он ничего не боится, но у него есть страх ко всему, можно сказать. И затем, когда человек познает Иисуса Христа, он обретает этот покой, и затем радость в Иисусе Христе, познавая истину благодати и истину оправдания и спасения в Иисусе Христе. И затем страх, можно сказать, Адамов преображается. Он переходит в почтение Иисуса Христу, Господу нашему. И давайте дальше посмотрим. Итак, что нам необходимо, чтобы у нас была эта благодать почтения, мы обрели ее благодать почтения? Человеку, каждому необходимо просто родиться свыше и перейти в эту жизнь почтения Господу Иисусу Христу. Далее давайте посмотрим с вами на второй стих. Нет, на третий стих. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. И здесь, размышляя над этим стихом, я подумал о такой мысли, что здесь можно увидеть картину, безусловно, Христа, умершего, воскресшего и вознесенного. Вдова говорит о том, что у нее умер муж. И это, я подумал о такой мысли, что у нас есть Господин наш, и Он умер за нас, но Он также и воскрес. Как здорово. И от этого мы с вами видим и освещаемся в иного рода защиты, которая у нас есть. На постоянной основе, на каждый день нашей жизни, и позже мы рассмотрим определение этой защиты. Что это говорит? Во-первых, здесь слово соперник, это означает, или в переводе с оригинала, антитигас, это враг, оппонент, или даже может означать сатана. Это враг, оппонент и сатана. И здесь мы с вами видим эту картину, поразмышляв, взглянув на этот стих и размышляя в контексте Писания, мы можем увидеть, безусловно, защиту Иисуса Христа, как мы с вами прочитали из 1 Иоанна 2 главы 1-2 стиха. Что его защита от этого врага, от этого оппонента, от сатаны, зависит, вернее, основывается на том, что он совершил искупление, он был погребен, он был воскрешен, вознесен и сейчас одесную отца. И теперь он защищает нас на основе того, что совершил искупление. Ведь враг этот, этот князь этого мира, он что делает, как мы с вами прочитали в 1 Иоанна 1 главы, он защищает нас. И эта защита, она основывается на том, что он совершил. И как мы с вами видим, что на основе этого мы видим с вами полное прощение грехов. И там картина такая, что он ходатай, он адвокат Иисус Христос. И с другой стороны, день и ночь может приходить сатана, князь этого мира и осуждать верующих. А наш ходатай, наш адвокат, он что делает? Он защищает нас на основе того, что совершилось это искупление, которое совершилось им же, которое совершилось самим Иисусом Христом. И он провозгласил это все, совершилось искупление. И он был воскрешен и одеснуя отца. И каждый раз, когда этот оппонент, враг, сатана пытается осудить верующих в Иисуса Христа, он просто показывает то, что совершилось. Совершилось это искупление. И таким образом защищает своих чад, своих святых. И такого рода у нас есть защита. Он показывает это умилостивление, о котором там говорится. Он показывает нам эту защиту, которая уже больше не ссылается, допустим, на определенные падения и ошибки текущего времени, во время церкви, в которой мы живем. Но он показывает эту защиту, что мы уже примирены с Иисусом Христом, совершением, которое совершилось им же самим, искуплением, которое совершилось им же самим. И теперь враг, сатана, не может прикоснуться к нам, потому что мы уже примирены. И мы таким образом с вами видим эту удивительную защиту в Иисусе Христе. Что враг не может коснуться нас в том смысле, что он не может обвинить нас и превзойти защиту Иисуса Христа, которая у нас есть. Он не может победить или одолеть эту защиту, потому что она была провозглашена, она была совершена, искупление было совершено. Далее давайте посмотрим с вами. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает покоя. Я защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И мы видим с вами это сопоставление Божьей защиты и, можно сказать, светской защиты. Интересное это сравнение. И на самом деле здесь мы видим освящение, что Божья защита, она превосходит все остальные защиты. И как вчера говорилось, что нам нужно быть дерзновенными в этой защите на основе того, что совершилось. Мы, вчера говорилось об этом провоцировании, мы словно докучаем. И почему у нас есть это докучание или провоцирование? Потому что мы знаем природу защиты, которую познали. Мы знаем природу защиты Иисуса Христа, что Он сидит одесную Отца, провозглашает о нашем примирении с Ним и провозглашает, что мы под Его твердой защитой стоим. И поэтому мы можем дерзновенно приходить к этой защите, ничуть не стыдясь. Все, что необходимо, если мы пали где-то, если совершили ошибки, мы просим у Бога милости и просим и провозглашаем самое главное покаяние, преображение, изменение наших мыслей. Отставление того, что было в прошлом. Далее, шестой стих. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» И здесь мы с вами видим благодать того, что Бог желает, чтобы мы возрастали в вере, этой удивительнейшей защиты, которая у нас есть, которая действенна. И здесь мы с вами обратимся к Псалму, как мы с вами прочитали в 45-м. Давайте еще раз прочитаем. Псалом 45. Итак. «Бог нам прибежище и сила, и скорый помощник в бедах». Здесь мы видим с вами, что Он медлит. Но, поразмышляв немного, я подумал о том, для чего Он медлит. Для того, чтобы мы увидели с вами духовную эту защиту, в которую мы уже поставлены. Безусловно, есть и другие причины. Для того, чтобы люди, увидев это сияние Его благодати, сияние Евангелия через церковь, тоже обратились. Он медлит, чтобы... Он медлит благодаря своему долготерпению, чтобы и другие обратились. И также здесь мы с вами видим и возрастаем в этой духовной защите, которая означает... Слово «скорый» имеет следующее значение. Слово «скорый» – это скорая помощь, как здесь и написано. «Скорая помощь текущего или настоящего времени». Это, если поразмышляем, это означает вот... Те вещи, с которыми мы соприкасаемся, и могут тревожить нас, и приносить нам страдания, в это же время Он приносит нам и помощь, и ответы. И также это означает «вечная помощь». Итак, мы видим с вами здесь три этих удивительных значения. «Скорая помощь», «помощь настоящего времени» и также «вечная помощь». «Скорая помощь», как мы с вами обратили внимание, это совершается, безусловно, мы можем сказать, напоминаниями истины. Как совершается эта духовная скорая помощь? Она совершается, безусловно, напоминанием истины в Иисусе Христе. Ведь у нас есть этот утешитель. Кстати, «ходатай» имеет два значения. «Ходатай» – это адвокат, и также это утешитель. Это, иначе говоря, мы с вами видим, что Он успокаивает нас, утешает нас в этой помощи, скорой помощи через истину Божию, через познание Слова Божьего. Вот почему освящение и обновление Его духовной манны очень важно для нас, поскольку от освящения этих истин будет также зависеть, что будет напоминаться нам. Безусловно, Он силен и способен напомнить нам все в том, что Он говорил. И эта помощь уже, как мы с вами видим, она немедлющая, она текущего времени, настоящего времени. Потому что в тот момент, когда мы можем переживать ту или иную скорбь, то или иное страдание в нашей жизни или еще определенные проблемы, Он тут же нам напоминает и действует своим удивительным словом. С одной стороны, мы с вами рассмотрели день и ночь. Враг, сатана может посылать эти проекции, и у него могут быть разные планы для того, чтобы принести нас в страдание. Но, с другой стороны, если Бог допускает это, то Он дает благодать в том, чтобы мы увидели эту другую внутреннюю или духовную защиту, которая совершается истиной Божьей, через которую Он напоминает нам об этой защите. И она текущего времени, настоящего времени. Потому что это вечная защита. Итак, скорая защита текущего времени. И она базируется на вечной защите, которая у нас есть. Потому что провозглашена была уже эта вечная защита. Совершилась, можно сказать, это вечная защита на основе того, что совершилось искупление всех грехов наших и грехов всего мира. Поэтому Он может быть ходатаем всех людей. Стоит только людям, представляете, да? Стоит людям только откликнуться на этот дар спасения, дар оправдания, дар благодати Божьей, где люди рождаются свыше, и Он будет защищать их. Не на основе того, что они совершили, да? А на основе того, что они были примирены уже с Иисусом Христом, на основе того, что это уже совершилось. Как здорово! Разве это не здорово? Разве это неудивительно, то, что мы с вами можем переживать это? И Господь Иисус Христос, я просто размышлял об этом, дает нам эту благодать. Благодать быть сосудами и участниками того, что Он совершает. Например, это можно увидеть в жизни, опять же, Иосифа. Если мы посмотрим с вами, то совсем с юных лет Он был поставлен в эту ситуацию, где переживал те или иные страдания. Но мы с вами можем сказать, что у Него была скорая помощь от напоминания этих удивительных снов, которые Он видел, которые несли, безусловно, с собой обещания и обетования. Эта помощь была действенного характера или настоящего характера. И эта помощь также базировалась на нашей вечной защищенности им. И поэтому, всякий раз, когда мы обращаемся, всякий раз, когда мы принимаем эти истины, эти освящения, эти напоминания, мы чувствуем себя в этой удивительной защите Иисуса Христа. И восьмой стих говорит также о благодати веры, которая у нас есть. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». И здесь говорит, опять же, о скорой защите или о скорой помощи. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И мы можем сказать, как здорово, что, опять же, у нас есть благодать этой веры. Ведь вера – это дар. Человек, нерожденный свыше, он не может познать эту скорую защиту, если не придет к дару спасения, которое у него может быть, он может обрести в Иисусе Христе. И как только он познает Иисуса Христа, он обретает, у него есть этот дар веры. И теперь он может возрастать в этой защите, в этой вере, в которой возрастал Иосиф. И видел все эти удивительные посещения Бога, все эти удивительные руководства Бога, в которой он его вел в течение многих и многих лет. Как здорово! Мы можем сказать также и о Ное, да, как он был защищен в этой скорой помощи, настоящего, текущего времени и вечной помощи, благодаря тому, что он обрел эту благодать. Ведь сколько насмешек было в его сторону, вероятно, люди называли его обезумевшим, ведь там не было в то время никаких осадков и ничего не предвещало потопа. И, безусловно, мы с вами видим, что это также и относится и к нам. У нас есть этот удивительный защитник, который является, как мы с вами сказали, адвокатом и также утешителем, что мы примирены с ним. И мы теперь находимся под постоянной и вечной защитой Иисуса Христа не на основе того, что мы можем совершить, или не на основе наших ошибок. Это ошибки уже не имеют предпосылки к тому, чтобы защищать или не защищать нас. Мы уже под постоянной защитой. Имея эту позиционную защиту, мы возрастаем с вами в духовной защите и благодати того, что Бог желает совершить в это время благодать. А что Бог желает совершить? Он желает совершить еще больше спасений. И поэтому Он иногда может ставить для нас в неудобные для нас ситуации или времена, как ставил, допустим, Иосифа. Да, чтобы мы, откликаясь на Его истину, которая, как мы с вами сказали, имеет скорую помощь, действенную помощь и вечную помощь, чтобы люди увидели откровение Его помощи, вечной защиты, и откликались бы на эту удивительную, вечную защиту в Иисусе Христе, которая у нас есть. И мы возрастаем в этом. И у нас есть плод покоя, как был у Иосифа. Был плод покоя, как у Ноя, что несмотря на все проекции с Его стороны, которые могли быть, и с проекцией также людей, которые не видели смысла в построении ковчега, Он имел эту внутреннюю защиту и поэтому продолжал строить. Ведь это наша жизнь, наша повседневная жизнь в Иисусе Христе, в которой мы нуждаемся, да, в скорой защите или помощи, в скорой и повседневной действенной защите настоящего времени, и которая базируется, безусловно, на вечной защите с Иисусом Христом, благодаря тому, что мы уже были примирены с Ним, и это не имеет обратного хода. Как здорово! Мы с вами можем дерзновенно теперь приходить к Иисусу Христу и воспринимать эту защиту. Когда мы можем твердо отождествляться с Его защитой? Безусловно, это тогда, когда мы исполнены Духом Святым и исполнены, безусловно, Его мыслями. Аминь. Давайте помолимся в завершении. Господи, благодарны Тебе, благодарны Тебе за эту скорую, Господи, действенную и вечную защиту, которая у нас есть в Тебе, Иисус Христос. Слава Тебе, Господь наш! Благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе также за благодать познания Твоей этой защиты, которая невидима, но которая внутренняя и духовная, Иисус. И Ты даешь нам эту благодать познания, Иисус. Мы также обращаемся к тем, кто еще не рожден свыше, не принял этого спасения, Господи. Вечной защиты, Иисус. Не вкусил этот дар вечного спасения, который несет за собой вечное примирение и вечную защиту, Иисус. Мы молимся, Господь, за то, чтобы люди приходили к этой вечной защите. И если вы не познали этого еще, те, которые будут слышать нас по блогу, вы можете сказать Ему, произнести следующие слова, примерно, «Господи, я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты совершил вечное искупление и вечную защиту, Иисус, как дар благодати, вечную защищенность, Иисус. И я желаю принять это как дар благодати, как дар оправдания. Я молюсь о том, чтобы принять Тебя, и я принимаю Тебя в свое сердце, Господь Иисус Христос. Будь моим Господом и Спасителем, вечным, Иисус. И дай мне возрастать в этой скорой, настоящей и вечной защите, которая у нас есть, Иисус. Слава Тебе, Христос. Благодарны Тебе. Славим Тебя. Во имя Твое молимся и просим. Аминь.